Здравствуйте! В прямом эфире телеканал ЖТСУ. Вы смотрите программу «Сегодня» в студии журналист Антон Хатиновский. Пожалуй, тема номер один сегодня для всех жителей областного центра – это уровень заболеваемости COVID-19. С тем, чтобы разъяснить все вопросы и внести ясность и точность в этом важном деле, мы пригласили к нам главного государственного санитарного врача города Талдыкургана, Асимкулова Ермека Асимкуловича. Здравствуйте, Ермек Асимкулович! Здравствуйте, здравствуйте! Ну, какова на самом деле ситуация в областном центре с заболеваемостью COVID-19? Слухи самые разные в интернете. Одни цифры, кто-то говорит, что они завышены, кто-то говорит, что они занижены. Так что же происходит сейчас? Добрый вечер, уважаемые жители города Талдыкура, на Алматинской области. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по городу Талдыкура нестабильная. То есть за последнее время город Талдыкура находится в красной зоне. Уже в течение недели находится в красной зоне. И на сегодняшний день у нас с периода прошлого года у нас зарегистрировано 2286 случаев. То есть немножко проведем хронологию. Мы провели мониторинг с прошлого года, буквально с сентября месяца. Это мы с сентября месяца 2020 года. То есть у нас наблюдается здесь рост. И вот у нас в сентябре месяце зарегистрировано 46 случаев, в октябре 63 случая, в ноябре 127 случаев, в декабре 142. И за 20 дней 2021 года у нас 353 случаев. То есть наблюдается рост. У нас на сегодняшний день процент прироста составил 1%. За 14 дней у нас, последние 14 дней у нас зарегистрировано 306 случаев. В структуре заражения здесь большое, в структуре заражения здесь наиболее высокий риск заражения. Это посещение общественных мест. То есть общественные места у нас бывают рынки, торговые дома, различные мероприятия. Хотя данные мероприятия у нас по сегодняшний день у нас мероприятия с массовым скоплением людей. Допустим, тои, свадьбы, поминки, различные мероприятия, они запрещены официально. Но при несоблюдении у нас регистрируется именно в случае заболевания 40% именно посещение общественных мест. То есть 40%. И 25% у нас регистрируется это в семье. То есть по случаям близких контактных, допустим, в семье заболел, кто-то заболел, пришел домой и, соответственно, здесь у нас заболевает полностью вся семья. А скажите, какие меры по противодействию распространения вируса сейчас приняты в Талдыкургане? Буквально недавно вот у нас ввели локдаун очередной. Ну, по городу Талдыкургану у нас было в штабе, по городу Талдыкургану у нас было принято решение ввести постановление, и связанное с усилением карантинных мероприятий. То есть было вынесено постановление за номером 8 от 12 января 2021 года, где у нас введены ряд ограничений, ряд карантинных мероприятий, которые связаны именно выходные дни, то есть по субботам, воскресеньям. Здесь у нас было введено ограничение передвижения транспорта, общественного транспорта, то есть это у нас утром с 6 утра до 10 утра, и вечером у нас с 17.00 до 20.00. Приостановлена работа пунктов общественного питания, то есть это рестораны, столовые, и то есть здесь работа их проводится только на доставку, то есть доставочная, заявочная система по доставке они проводят. Приостановлена деятельность также торговых домов, кроме отделов по реализации продуктов питания. То есть здесь торговые дома по реализации различных продуктов, там бытовая техника, различные запасные части, строительные материалы и так далее, и так далее. Затем приостановлена деятельность здесь рынков, крытых как крытых рынков, так и открытых рынков по реализации непродовольственной группы товаров. Также временно приостановлена деятельность бань, саун, тренажерных залов, фитнес-центров, спа различных. И вот буквально нами на этой неделе вынесено дополнение к данному постановлению. Если мы следующие выходные, у нас не будет функционировать коммунальный рынок, и соответственно рядом расположен рынок марка, то есть около давлета, то здесь будут тоже приостановлены деятельности временно-временно, пока они не будут функционировать. Скажите, пожалуйста, насколько наши граждане сегодня дисциплинированы, те же самые предприниматели, которые, может быть, работают, продолжают работать в карантин, нарушать локдаун как-то? Насколько можно назвать граждан наших законопослушными или нет? Так, наши граждане, ну, по городу Талкургану у нас имеется 8 мониторинговых групп, которые проводят постоянную работу, ежедневную работу проводится здесь. В состав мониторинговых групп входят представители городского акимата и управление полицией. То есть за текущий период прошлого года, этого года, за нарушение карантинных мероприятий и санитарных норм у нас привлечено 147 физических и юридических лиц на сумму 10 миллионов 893 тысячи 408 тенге. Теперь, помимо этого, у нас проводится, мониторинговая группа проводится мероприятие по общественному транспорту, то есть здесь тоже действует мониторинг группа, где тоже выявляются нарушения карантинного режима и нарушения санитарных норм. Здесь у нас по проведенным рейдам мониторинговой группы привлечено 15 как юридических, так и физических лиц к административной ответственности. У нас также по согласно статье 476 части 3 в прошлом году за период карантина вынесено 78 материалов, которые переданы на суд и которые уже вынесены решения по штрафу на штраф. Вот мы затронули вопрос общественного транспорта. Как будет контролироваться заполняемость общественного транспорта у нас в городе и выполнение предписанных санитарных норм, согласно которых сегодня входит туда санитарная обработка, насколько я понимаю. Как будет вестись контроль со стороны органов СЭС? Со стороны органов СЭС проводится ежедневный мониторинг по работе мониторинговых групп. То есть мониторинг групп, как я уже ранее сказал, ежедневно проводят работу. И соответственно здесь будет вестись контроль, в первую очередь это соблюдение масочного режима в общественном транспорте, социальной дистанции и проведение дезинфекционных мероприятий. То есть два раза в день наши автоперевозчики, они должны проводить дезинфекцию общественного транспорта. Я напомню, что телефон прямого эфира в студии сегодня. Код города Талдыкурган 8-72-82-40-01-09. Звоните и подключайтесь к нашему разговору. А у нас есть звонок и соответственно вопрос от нашего телезрителя. Говорите пожалуйста, мы слушаем вас в эфире. Здравствуйте. Такой вопрос у меня вот к гостю. Скажите пожалуйста, вот у нас в городе на всех углах, там во всех магазинах продают разные маски. А есть ли какой-то гост, по которым вот именно нужна вот именно такая вот маска, которая будет именно защищать от коронавируса? Спасибо большое. Спасибо. Ну, по маскам, как такого, ГОСТа нет по маскам. Просто здесь маски, они подразделяются. Бывают одноразовые маски, бывают многоразовые маски. То есть производство очень, сейчас многие предприятия производят маски у нас. То есть как одноразовые, так и многоразовые. То есть стандартные есть медицинские и обычные маски. И есть у нас также маски по времени. Допустим, вот у нас маски в виде респираторов. То есть они до 8 часов. Тут определенное время, на определенное количество времени. То есть при ношении масок здесь нормируется только по времени. То есть каждые 3 часа, допустим, какое-то предприятие, пусть будет, допустим, где-то работают у нас жители на предприятиях. Каждые 3 часа мы должны, каждые 2,5 часа, 2 часа, 3 часа менять данные маски. И, соответственно, если в виде респираторов у нас имеются маски, то есть в инструкции у них пишется, что до 8 часов. То есть срок эксплуатации. Но все-таки лучше придерживаться выбора медицинских. Выбора медицинских масок, которые реализуются у нас на сегодняшний день. Проведя мониторинг, у нас на сегодняшний день цены доступны от 25 тенге до 60 тенге. То есть прошлогоднего ажиотажа с масками? Прошлогоднего ажиотажа с масками у нас нет. Взведо все на контроле, проводится постоянный мониторинг. Вы знаете, еще один немаловажный вопрос, который сегодня волнует талды курганцев, жителей города. Это будут ли выставляться блокпосты? То есть в случае, если их поставят, кто сможет приезжать, выезжать? И не окажутся ли жители нашего города, скажем так, грубо говоря, в заперти, что ли? Отрезанными от мира? Ну так как город Алгран находится в красной зоне, пока данный вопрос о выставлении санитарных постов, блокпостов в штабе у нас не поднимался. Если ситуация, эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, мы будем усиливать карантинные мероприятия внутри самого города Алгран. То есть, а сообщения будут у нас? Сообщения будут проводиться у нас, да, сообщения будут. Пока этот вопрос, данный вопрос, он не рассматривался. Вы упомянули о том, что сейчас у нас буквально вот за несколько дней более чем три сотни людей заболело. Насколько сейчас оказались готовы учреждения здравоохранения к очередной вот такой вот вспышке, скажем так, болезни и наплыву заболевших граждан? Ну, на данный момент, в прошлом году, как вы знаете, у нас построена новая современная модульная инфекционная больница на 200 мест. Также, к волне, если, допустим, будет ухудшение эпидемиологической ситуации, у нас на сегодняшний день у нас подготовлено 7 стационаров, 7 стационаров, где возможно размещение 1200 человек. 1200 человек это обычные палаты и 100 палат интенсивной терапии. Это помимо областной инфекционной больницы, то есть там на 200 коек размещено, 180 коек обычные палаты и плюс 20 интенсивной терапии. Теперь у нас аппаратов ИВЛ по городу Талгургана в этих данных стационарах у нас составляет 120 штук и кислородных концентраторов у нас 136. Теперь в четырех стационарах у нас имеются построенные, имеются установлены станции, именно кислородные станции. То есть здесь подача кислорода уже проводится в эти стационары, с этих станций уже проводится по палатам. То есть этого количества на сегодняшний день достаточно? Да, этого количества на сегодняшний день, думаю, достаточно. Вы знаете, вот сейчас новомодные слова, там сценарии, прогнозы и так далее. Каков вот для нашего областного центра города Талгурган самый страшный прогноз и самый страшный, ну не знаю, скажем так, апокалиптический сценарий развития течения болезни? Ну на сегодняшний день у нас в стационарах получают лечение у нас 178 пациентов, из них с пневмонией 35. В отделении реанимации у нас под аппаратом ИВЛ у нас находится 16 человек. Теперь у нас по то, что касается данного вопроса, в основном подвержены у нас именно коронавирусной инфекции, у кого проходит тяжелое течение данной инфекции, это у нас люди преклонного возраста, то есть от 65 и выше. То есть это первый момент. Затем у нас подвержены очень тяжелым течением, которое у нас протекает именно коронавирусная инфекция, это у нас люди, которые страдают с сахарным диабетом, затем сердечно-сосудистыми заболеваниями. То есть хронические заболевания, все хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, допустим, сахарного диабета, очень тяжело протекает данное заболевание и возможно здесь какие-то осложнения и дальнейшие последствия. И теперь хотелось бы по данному вопросу обратиться к жителям города Алкургана, чтобы при малейших признаках ОРЗ, ОРВИ, остросреспираторной инфекции, острые заболевания, что-то насморка и так далее, обращаться. Не заниматься самолечением, а сразу обращаться либо к участковому терапевту, либо набирать 103 и приглашать скорую помощь. Выездную бригаду. Выездную бригаду. То есть не доводя уже заболеваемость до критических моментов. То есть на ранних стадиях. На ранних стадиях. Ее можно предупредить? Да, можно предупредить. То есть у нас согласно постановлению главного госврачей и штаба, у нас имеются по городу Алкургана мобильные группы. Существуют мобильные группы, в которые входят медицинские работники. То есть у нас мобильные группы, они выезжают, проводят объезд, обход, проводят мониторинг. То есть именно граждан, которые у нас страдают с сердечно-сосудистой системой или острые респираторные заболевания, проводят мониторинг. Ясненько. Вот понятно, что все мы живем в социуме. Все мы ходим на работу, на государственную службу кто-то. Кто-то в детский сад, кто-то еще куда-либо. И вот как проводится работа с теми коллективами, где все-таки выявилась эта заболеваемость? Ну заболел, к примеру, на предприятии один человек. Что происходит с этим предприятием? Какая работа ведется? Или, быть может, все, всех закрыли, всех отправили на карантин? Что происходит? У нас при регистрации коронавирусной инфекции поступают экстренные извещения в наше управление. В дальнейшем наши специалисты проводят опрос, выезжают в очаги, полностью проводят работу, определяют близких контактных, потенциальных контактных. Затем в дальнейшем, если это организованный коллектив, допустим, школа, детский сад и так далее, закрываются на карантин. За период с прошлого года нами было приостановлено, вынесено постановление на проведение карантинных мероприятий. Это 89 постановлений и 185 у нас ограничительных мероприятий. То есть, вводили карантинные мероприятия, где мы ограничивали доступ на 14 дней, допустим, к данному предприятию, либо школа, либо детский сад ограничивают. Близких контактных мы отправляли на карантин. Затем, согласно последованию, на 3-12 день мы проводили ПЦР-анализы. Повторные? Повторные, да. Вот вы упомянули о школах, знаете, вот все школьники уже буквально в этом году, еще помня о том, что в прошлом году им обещали, что в этом году они наконец-то пойдут в школу, школьники, другие учреждения образования. Сейчас мы видим, что сроки, к сожалению, отдаляются. Так вот, когда же все-таки смогут они пойти в школу и смогут ли вообще в этом году? Согласно эпидемиологической ситуации, у нами было ранее вынесено постановление на карантинные мероприятия, то есть здесь было до ограничения, оффлайн режиме обучения до 21 января. В настоящее время, согласно 8 постановления, вот 12 января 2021 года, у нас оффлайн режим, у нас обучение ограничено до 29 января. То есть у нас проводится обучение только в онлайн режиме, это касается колледжей, школ, институтов. Теперь 29 января, если у нас эпидемиологическая ситуация, мы будем смотреть по эпидемиологической ситуации. До 29 января мы будем проводить анализ и эпидемиологическую ситуацию, и в дальнейшем будут вопросы рассматриваться. То есть все будет видно из картины заболеваемости? Из картины заболеваемости, да. Последняя тема, которая широчайше обсуждается сейчас, среди, пожалуй, всех граждан нашей страны, это предстоящая вакцинация, которую планируют начать с февраля месяца. Как это будет происходить и кто в первую очередь будет привит? И какой препарат при этом намерены использовать для того, чтобы граждан привить и как-то защитить от этой болезни? Вопрос на сегодняшний день актуальный. Вообще вакцинация по Республике Казахстан планируется с 1 февраля 2021 года. И будет здесь массовая вакцинация, будет проводиться именно вакцина спутник ВИ. То есть здесь определены у нас контингенты, которые в первую очередь должны будут проходить вакцинацию. Это у нас в первую очередь работники медицинских организаций, которые именно задействованы в инфекционных стационарах, провизорных стационарах различных. Это первый этап. Все медицинские работники и сотрудники санэпидслужбы. То есть они будут в первую очередь привиты. В дальнейшем здесь на второй этап у нас будут прививаться педагоги у нас, то есть общеобразовательные учителя, общеобразовательных, школ, вузов, СУЗов различных. На третьем этапе у нас будут прививаться педагоги интернатов, детских дошкольных учреждений, студенты и люди, которые страдают хроническими заболеваниями. То есть у нас три этапа вакцинации. То есть о том, насколько эффективна вакцина, мы будем видеть по тому, сколько у нас осталось врачей, скажем так, и видеть, вышли ли вы на работу сами, собственно говоря. То есть в первую очередь поэтому, наверное, и решили испробовать вакцину. Вообще эта вакцина уже прошла испытания, да? Да, прошла испытания, имеются уже соответствующие результаты. Положительные. Положительные, да, результаты. Ну и вот еще один такой вопрос, немаловажный в деле вакцинации, это не станет ли эта вакцина обязательным? То есть вот хочешь, не хочешь, привейся. Сейчас дело в том, что у нас существует национальный календарь по прививкам различным, от различных инфекций. И каждый гражданин вправе отказаться, допустим, от той или иной прививки. То есть имеет он такое право. Будет ли данная вакцина от COVID вот прям вот в край обязательно всем? Ну, данный вопрос сейчас рассматривается. Ну, как специалист я хочу обратиться к жителям. Вообще вакцинация, она проводиться должна. Не то, что мы, мы как вот говорим, да, обязаны там и так далее, любая вакцина, она должна проводиться на добровольную сторону, но желательно всем прививаться. То есть коронавирусная инфекция, вот как мы знаем, вот мы в городе в красной зоне и так далее, мы должны прививаться, прививаться. То есть должен каждый гражданин привить в этом деле сознательность? Ну, и в завершении нашего сегодняшнего разговора, ваши советы нашим гражданам, как уберечь себя и своих близких от этого опасного заболевания, что стоит делать, что не стоит делать? Ну, гражданам, хотелось обратиться к гражданам города Талакургана, Алматинской области. В первую очередь, это у нас не посещать места массовых скоплений людей, то есть общественные места. Затем соблюдать масочный режим, это во-вторых, обязательно масочный режим. Далее у нас есть такое понятие социальная дистанция, то есть при посещении магазинов различных, аптек, рынков и так далее, соблюдать социальную дистанцию. И немаловажный вопрос, то что ранее мы сказали, не посещать места, где вот, как мы говорим, уже массово скоплений людей, то есть не посещать различные торжественные мероприятия, где обязательно на торжественных мероприятиях у нас не соблюдается ни требования, ни санитарных требований, ни требования карантинного режима. То есть здесь большое скопление людей всегда бывает, и люди, соответственно, без масок не на расстоянии. И все друг к другу. Да, и все друг к другу. Тесно контактируют, и в дальнейшем здесь происходит у нас заражение. И людям преклонного возраста от 65, как мы уже ранее сказали, чтобы проводили ограниченный выход из дома. И плюс еще вот у нас люди, которые страдают сахарным диабетом, хроническими средств сосудистыми заболеваниями, тоже ограничить временно пока посещение мест именно массового скопления людей. Только при этом условии мы, скорее всего, вероятно, сможем сохранить. Соблюдать правила личной гигиены. То есть мыть руки, маски, допустим, при выходе куда-то на объекты и так далее, одевать маски, ну, в магазин мы куда-то выходим. Потом, придя домой, соответственно, помыть руки и соблюдать правила личной гигиены. Спасибо большое. То есть надо соблюдать те самые меры, о которых нам говорили с самого детства. С самого детства. Мойте руки, да. Замечательно. Ну что ж, я думаю, что все-таки жители Алматинской области переживут и эту болезнь, как мы пережили ее, собственно говоря, в прошлом году. И даже немного успели летом отдохнуть, позагорать на солнышке. Уверен, что если мы все будем соблюдать санитарные нормы, требования, то все-таки мы сможем победить это опасное заболевание. Ну и, конечно, каждому, наверное, стоит задуматься о том, чтобы сделать себе прививку от COVID-19. Будьте здоровы и всего доброго. И до следующих встреч в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова